Увидеть эту маленькую девочку, это я, Мария. Привет, друзья мои! Как же быстро летит время. Вроде недавно ты идешь в детский сад, а потом в школу, затем в колледж, женишься, создаешь семью. Так вся жизнь проходит мимолетно. Я очень часто люблю рефлексировать на тему прошлого, пересматривать за кружкой кофе с печеньками старые фото, видео, которые были сделаны в то время, когда мне казалось, что еще вся жизнь впереди и все горизонты открыты. Но через призм прошлого я поняла, что это совсем не так, а вернее вообще не так. У меня сегодня день рождения. Честно вам признаю, что я не люблю дни рождения и прочее. Все внимание приковано к тебе. Я поскорее думала, когда этот день уже закончится, и я смогу выдохнуть. Да и в целом праздники не любила никогда. В последнее время я свои дни рождения провожу в ограниченном кругу людей, именно близких и дорогих мне людей, которых я очень люблю. Но так было не всегда. В школьные годы я устраивала по-настоящему взрывные тусовки. На каждую из таких тусовок соседи вызывали полицию и нас забирали в местное отделение полиции, где мы оставались до утра, пока нас родители не заберут оттуда. Особенно было страшно, когда полисмены приходили в школу и беседовали с нами. Не то, что я об этом сожалею, своего рода опыт, чтобы так не делать в дальнейшем. Я с теплотой вспоминаю эти времена, когда мы пили энергетики, болтали ночами на крышах домов, строили план на дальнейшую жизнь. В тот миг жизни мы думали, что так будет всегда. И не было проблем и забот. Развлекались как могли. Но я стала отдаляться от всех, когда стала пробовать записывать свои первые видео на ютуб. Это на секундочку 2010 год. Тогда интернет не у всех-то был. Денег на покупку первой камеры, естественно, у меня не было, а у родителей просить не хотелось лишний раз. Тогда у меня появилась гениальная идея. Я вспомнила, когда была у бабушки на даче, что у соседа росла малина. И ее было очень много. Я не придумала ничего лучше, как повзаимствовать малину. Иными словами, спиздить. За ночь она таскала малину мешками домой. Потом увезла в Москву и тут решила попробовать ее продать. Я просто взяла корзинку и встала на дороге. И это сработало. Я распродала всю малину за неделю. И нужная сумма на покупку себе камеры вполне хватило. Так и еще остались на карманные расходы. И вот я уже иду домой вся такая счастливая, с улыбкой на лице до ушей. Пришла домой, поставила камеру на стол и у меня ступор. Камеры-то я купила, а что снимать я хз. Это сейчас много тем и разных форматов. Но тогда даже не было у кого посмотреть и вдохновиться. Поэтому я камеру убрала в ящик и вернулась к ней только спустя год. Я стала снимать все. Как иду в магазин, как гуляю с друзьями, наши совместные покатушки. В то время у меня появился скутер уже. Honda Dio 28. Если меня не подводит память. Я ставила камеру наверх и каталась по своему району и снимала. Выкладывала видео на YouTube. На мое удивление, людям это нравилось. Сначала друзья смотрели, потом друзья друзей и так далее по списку. В таком режиме я снимала порядком двух лет. К этому моменту подписчиков было 500 человек на канале. Мне хотелось развиваться, двигаться дальше, придумывать новые форматы, эксперименты. Но идей вообще не было. Я создала школьную рок-группу. Мы в основном играли говно-рок, но тем не менее всем нравилось. Я играла на барабанах. Нас часто звали выступать в своей школе. А один раз нам дали целый час, чтобы мы отыграли свои песни не только в актовом зале. Прямо как мини-концерт получается в школе. Но помимо музыки и группы в моей жизни появился скейтборд и понеслось. Домой меня затащить просто было невозможно. Ни под каким предлогом. Я каталась сутками напролет. Тогда мне еще родители подарили PlayStation 2, где мы с друзьями играли в Tony Hawk. Кто играл, тот поймет. Местные жители также вызывали полицию. И мы как в фильме уезжали на скейтах в разные стороны. Очень круто было. Понимая, что и мы были неправы, но этот момент сильно отложился у меня в голове на долгие годы. Но это не единственные мои проблемы с полицией. Вспоминая еще случай жизни, когда за мной две полицейские машины поехала, когда я проезжала по своему двору на скутере. Я заметила мигалки и просьбу остановиться из громкоговорителя. Но ребят, я конечно все понимаю. У меня в наушниках играл Credence Green River и прав не было к тому же. Как я могла остановиться? Адреналин уже в мозг ударил до предела. И я по газону к соседнему дому и выехала затем на дорогу и скрылась во дворах. Эта погоня напоминала какую-то сцену из голливудского боевика, где главный герой уезжает от полиции. Единственное, перестрелок не хватало и вертолетов. Шутка, если что. Сколько воды утекло с того времени, напомнится как будто это было вчера. Ну ладно, вернемся к ютубу. На некоторое время я оборвалась радаров и новых видео не появлялось на канале. Люди уже стали переживать, писали комменты, просили чтобы я вернулась и снова стала снимать. Но видео так и не появится на этом канале больше. Я создала другой ютуб канал, где помимо покатушек и рассказов из жизни, еще стала снимать, где я учила других девушек делать классный макияж. И в целом у этих видео были по 10-15 тысяч просмотров стабильно. Весьма неплохо на то время. Конечно же еще я снимала видеоклипы, вернее пыталась. Без слез конечно не взглянешь сейчас на эти клипы. Но тогда мне казалось, что это прикольная идея. Они тоже неплохо просматривались. В будущем все эти мои наработки клипами перекочевали уже на канал, который вы сейчас смотрите. Шел 2015 год и мне бабушка показала одну телепрограмму. Следствие вели с конецким которой. Мне тогда это сильно впечатлило, я каждый выпуск наверное пересмотрела. Следствие вели сильно меня удивило в то время. Интересными рассказами о преступлениях в СССР. Благодаря этому обстоятельству на канале появился true crime контент. Меня всегда интересовали расследования, преступления. Но по-настоящему я с криминалом столкнулась в возрасте 18 лет. У меня было черное платье с блестками и колготки фиолетовые классные. Я красиво в общем оделась, чтобы погулять. После этого, как мы погуляли и разошлись по домам, я проходила парк, в котором мы не раз видео снимали. Я выбрала короткий маршрут через лес. Там были еще гаражи. Возле них стоял мужчина. Я не придала этому большое значение. Ну типа стоит и стоит, пускай. Но когда проходила мимо него, он меня остановил. Спросил сколько времени. И чего я тут такая красивая в парке одна. За тело стал приставать. Трогать лапать за тело. Я не растерялась и долбанула мудака по яйцам. Пока он корчился от боли, от меня уже и след простыл. Быстро убежала к себе домой и с тех пор я там больше не хожу. По этим злочастным местам. Этого мужчину больше не видела у себя на районе. Наверное залетно было. К чему это я все говорила, весь мой монолог. Не бойтесь никогда что-то начинать делать. Я за всю жизнь много чего пробовала, ошибалась очень часто. Но без ошибок нельзя обойтись, если вы что-то делаете. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я благодарна вам за то, что вы смотрите меня и оставляете комментарии. Для меня это очень важно и я это очень ценю правда. Также выражаю признательность своей лучшей подруге Диане, которая сейчас снимает меня. Она очень сильно поддерживала меня, когда мне было плохо. Более того, контент, который вы смотрели когда-либо на этом канале, не обошелся без ее помощи. Даже в этом видео помогла мне свет выставить и макияж мне сделала именно она. У нас не постоянные разногласия по поводу контента и съемок. Я взрываюсь как спичка, которую бросили в керосин. Меня очень легко вывести себя. А Диана, напротив, спокойно и всегда пытается найти компромисс. К слову подруг, у меня настоящих почти никогда и не было. Их интересовали парни, какое платье одеть на свое очередное свидание. А меня в то время интересовало только пару вещей. Рок-н-ролл, мотоциклы и какие подшипники поставить на свой скейт. Ну и видеоигры конечно. Точек соприкосновения не было от слова совсем. Я могла полностью перебрать корпоратор на скутере и заменить колеса. Вот о чем мне разговаривать с прошлыми подругами, у которых только ветер в голове и бесконечные проблемы со своими парнями. Мне даже мама говорила, что у меня с рождения в крови бензин. Но не могу я без мотоциклов и все, что связано с хорошими автомобилями. Но я очень рада, что смогла найти в себе силы и найти людей, с которыми мне хорошо и комфортно. Люди с прошлой жизни даже не подозревают, чем я сейчас занимаюсь. Когда просматривала комменты к своим старым видео, ностальгия берет вверх. Всегда приятно вернуться в прошлое, хоть на одно мгновение. И пожить своей прошлой жизнью, вспомнить все тернистые пути, море ошибок, которые я сделала в своей жизни. В итоге я пришла к одному железно-метонному выводу. Что бы ни происходило, оно всегда к лучшему. С днем рождения меня. Себе я хочу пожелать душевный покой и заниматься любимыми вещами. Ведь только так я могу быть счастливой. Хочу передать моей подруге Лизе привет. Лиз, спасибо, что ты внезапно появилась в моей жизни. Также хочу передать привет Егору и подруге Тане. И передать привет своей маме. Уж не знаю, как у нее хватило терпения на меня. Спасибо вам за все. За незабываемое детство и все, что ты для меня сделала. За все это сложное время. Цените людей, которые рядом с вами. Чтобы потом ни о чем не сожалеть. Я не могу сделать мир лучше, но попытаться всегда можно. Например, благодаря фильме про Колумбайн поставили камеры вокруг колледжа, в котором учится моя сестра. Она показала этот фильм своему куратору, а тот в свою очередь показал ректору. И поставили камеры по всему участку колледжа. Я бросила все прошлые каналы, на которых было 5 раз больше подписчиков, чего здесь. Все ради того, чтобы делать то, что мне по-настоящему нравится. Есть вещи куда важнее денег и финансового благополучия. Я занималась разным бизнесом в своей жизни, чтобы просто существовать и закрывать свои потребности по мере их поступления, не более того. Творчество и приносить пользу обществу для меня лично было всегда важнее, чем финансовая составляющая вопроса. Я многие ТВ-передачи монтировала, снимала их, писала сценарии к ним. Вы наверняка их видели и смотрели. Даже с Сбербанком успела посотрудничать. Деньги для меня всегда были просто инструментом. Но обо всем этом я как-нибудь в следующих видео расскажу, если вам, конечно, интересно будет подробнее про это узнать. Также выражаю огромную благодарность дикторам, чьи голоса помогают мне делать контент еще лучше и разнообразнее. Спасибо еще раз вам. Это не просто очередное слово ради галочки или красивого словца. Это нечто большее, чем просто красивое слово. Говорите почаще спасибо и тогда и правда мир может стать чуточку лучше. Зла и негатива и так слишком много. Так хочется каждого из вас обнять и лично сказать спасибо. Но увы, это невозможно. Я уже более двух лет снимаю этот контент. Мы с вами прошли огонь и воду и медные трубы. Меняемся вместе к лучшему. Также спасибо за вашу поддержку. Берегите себя, друзья. Увидимся скоро в новых видео. С вами была Машуля. Вступайте в группу ВКонтакте. Также подписывайтесь на мой канал, если вам, конечно же, интересно, что я снимаю. Ссылочки оставлю, как всегда, в описании. Не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода Игорь Негода